Это Лукас. Он арендует шикарную квартиру в самом центре Вены. Каждое утро завтракает под звон колоколов собора святого Стефана, который заглядывает ему прямо в окна. А по вечерам посещает спектакли в Венской государственной опере, которая буквально в трех минутах ходьбы от дома. В его апартаментах свежий ремонт, высокие потолки из 150 квадратных метров. Возможно, вы подумали, что выглядит Лукас слишком просто для такой жизни. И правильно подумали. Ведь он обычный мороженщик. А за аренду квартиры платит в пять раз меньше реальной стоимости. И никто не вправе поднять ему плату, а тем более выселить. Таков закон. Добро пожаловать в Вену. Это жизнь других. Вену часто называют лучшим городом для жизни на Земле. И это неудивительно. Тут альпийскую воду можно пить прямо из-под крана. Слушать лучшую оперу в мире. Но это все туристические заголовки. Но сколько нужно платить за эту воду? И легко ли попасть на оперный спектакль? Сегодня это. И многое другое мы узнаем у местных жителей. Если бы я родилась в Вене, то могла бы родиться в семье Берховер. Тогда бы я жила в уютной квартире в одном из спальных районов города. Выплачивала бы за нее ипотеку с мизерными процентами. И следила бы за тем, чтобы муж ежемесячно платил налоги на церковь и на телевизор. А могла бы родиться одной из сестер Вульф. В таком случае я бы с самого детства выращивала виноград и училась управлять винодельней. А немного позже меня бы избрали винной королевой Австрии. И тогда я бы сверкала улыбкой на множестве рекламных плакатов. Но могла бы стать и простым парикмахером из семьи Рейнхард. Купила бы себе двухэтажный дом с отдельным двором, большой зеленой лужайкой и летней беседкой. А обошлось бы мне это всего в 23 тысячи евро. Однако в каком бы доме я ни жила, при наступлении лета я бы совершенно точно переехала в парк Старый Дунай. Это такой комплекс отдыха с игровыми площадками, небольшими кафе и множеством пляжей. Все горожане отдыхают здесь так часто, что сами шутят, мол, летом венцы бросают свои дома и переезжают сюда жить. Вот, например, Рейчел практически все летнее время проводит здесь вместе с двумя маленькими детьми. О них-то я и пришла разузнать, но даже спрашивать не пришлось. Как и любая многодетная мать, Рейчел оказалась той еще болтушкой. Только дай поговорить о детях, о родах, о детских садах. В общем, не успели мы поздороваться, а она уже начала рассказывать, как будто предсказывая мои вопросы. Я обоих своих рожала в Вене. Роды здесь бесплатные. Но есть одно но. Нужно успеть записаться в клинику заранее, иначе, когда приедет скорая, отвезут просто туда, где есть место. При второй беременности я была уже опытнее, начала звонить еще на третьем месяце беременности. И что ты думаешь? В пяти больницах было занято. Записалась только в шестую. Но все прошло хорошо. После родов пять дней еще в больнице лежала, но это потому, что у меня было кесарево. А если все прошло нормально, то могут и через два часа домой отпустить. И есть можно все, что хочешь. Только мяту не рекомендуют. От нее, говорят, молоко невкусное. Есть что-то, что тебе категорически не нравится в садике, в Австрии, в Вене? Что бы ты хотела изменить? Да, как раз вот эти все записывания заранее. В роддом запишись, в детсад, если хочешь государственный, тоже надо заранее записываться. Причем где-то за год. Он хоть и бесплатный, но за еду надо отдельно 70 евро в месяц платить. Благо, частные не особо дорогие. За 150 евро можно вполне нормальный сад найти. А скажи, пожалуйста, вот мы с тобой сидим и разговариваем, а я вот смотрю, он соска уже и по столу уже, и в рот берет твой телефон грязный. Это нормально вообще, да? Я смотрю, ты сидишь так, ну, нормально к этому относишься. То есть ты не переживаешь там за микробы, еще там вот за какие-то там грязные руки. Вообще не переживаю. Он буквально только что в песочнице играл и ел песок. Я считаю, что таких вещей нельзя бояться. Во-первых, за всем ты все равно не уследишь. А во-вторых, это только укрепляет иммунитет малышей. Ну вот, прекрасно. Поэтому пускай все дети едят песок и укрепляют свою иммунную систему. Так считают венские мамы. Выбирать, каким образом воспитывать своего ребенка и как за ним следить, каждая австрийская мать решает самостоятельно. Например, прививки делать необязательно. В детский сад тоже можно ребенка не отдавать. По крайней мере, первые годы. Обязательно отдавать ребенка в сад только на последний год перед школой. Это делается для того, чтобы к началу учебы развивались навыки коммуникации в группе. Проще говоря, чтобы он умел нормально общаться со сверстниками и учителями. Однако, что касается всего остального, в первый класс дети могут идти совершенно неподготовленными. Ребенок не должен уметь читать, считать или писать. За первый год его подтянут до нужного уровня. В младшей школе учатся 8 лет, а потом переходят в старшую. После окончания восьми класса дети идут в старшую профильную школу. Можно выбирать билингвистическое направление, химическое, математическое. А есть старшая школа с направлением моды. Представляете, старшая школа моды. Мне, конечно, это очень интересно, чего же тут учат целых пять лет. Представляете? Ой, всякие платья, юбки, вот эти все. Эта школа полностью посвящена шитью, моде и дизайну. Обучение здесь бесплатное, но материалы для работы нужно покупать отдельно. Это обходится в 250-300 евро ежемесячно. Уроки начинаются с восьми утра и длятся до шести вечера с часовым перерывом на обед и короткими переменами. Система оценивания здесь пятибалльная, однако она кардинально отличается от той, которую знаем мы. Я была очень удивлена, когда узнала, что если ты в школе, Вене, получаешь пятерку, то это ужасно. Это ты вообще ничего не знаешь. Но если у тебя по всем предметам единица, то все, ты отличник. Представляете? Так как у нас школа для творческих детей, мы всячески пытаемся помогать их самовыражению. Начиная от внешнего вида, который каждый школьник вправе выбирать и даже шить сам себе, заканчивая специальным кабинетом для музыкальных экспериментов. Да что там говорить, у нас же даже на стенах коридоров рисовать не то, что можно, а нужно. Как вы уже наверняка заметили, Вена – город творческий. Если бы существовала статистика по количеству достопримечательностей на квадратный метр, то Вена наверняка была бы одной из первых по этому показателю. Соответственно, здесь просто обожают креативных людей. И даже если у человека руки не растут для шитья или рисования, например, у него есть еще масса других творческих альтернатив. К примеру, каждый венец умеет играть на музыкальных инструментах или петь. А большинство развивает свои музыкальные таланты с детства, мечтая строиться на одной из самых знаменитых профессий – Вене. Оперный театр Вене известен на весь мир. И билеты на выступления достать так же сложно, как и стать солистом на этой прекрасной сцене. Нужно быть лучшим из лучших. Стать артистом Венской государственной оперы невероятно сложно. Нужно быть не только певцом высочайшего уровня, но и иметь прекрасные актерские данные, и подходящий образ, и талант импровизатора, и красивую внешность, и еще множество других качеств. На кастинге можно ходить всю жизнь, но тебя так и не заметят. Короче говоря, чтобы стать звездой, банально должны сойтись звезды. Однако хорошо зарабатывают только самые знаменитые артисты местной оперы. А начинающие будут получать не более чем среднюю по венским меркам зарплату. Это около 3000 евро. Зато билеты венску оперу вполне можно назвать доступными, ведь их реально купить всего за 4 евро. Но если вы хотите как минимум сидеть, а как максимум видеть не чей-то затылок, а сцену, то выложить придется все 300 евро. Цены, само собой, зависят и от спектакля, и от уровня артистов. Платить придется больше, если хотите послушать звезду мировой величины, например, такой как Клеменс. Клеменс, сколько лет ты работаешь уже в этом театре? Уже 14-й год пошел. Я здесь очень давно начинал с самых простых ролей. Был в массовке, был просто статистом, был во втором составе. Можно сказать, прошел весь путь. Теперь я первый баритон венской оперы. Так это звезда? Ну, я себя звездой не считаю. Это пусть зрители решают. Легко ли пробиться в вашем театре, стать солистом, примой, если ты талантлив? Или все же у вас тут есть какие-то моменты знакомства, я не знаю, там, по блату? Знаешь, вот есть такие моменты, для того, чтобы пробиться, нужно иметь знакомство. Вот работает ли в вашем театре это? Точно могу сказать, что мне, как австрийцу, да еще и коренному венцу, надо было работать в два раза больше, чем всем остальным. Мало того, что в детстве я долгое время был слепым, но именно поэтому и улегся музыкой, и начал развивать слух. То есть сложности преодолев, и музыка явилась вашим лекарством. Слушай, это прекрасно. А вообще солисты венской оперы – это обеспеченные люди? Платят нам довольно неплохо. Кроме того, разные спонсоры помогают. Однако богатыми нас не назовешь. Как рэперы мы точно не зарабатываем. Но для нас ведь главное другое, что мы выступаем не где-нибудь, а в самой венской опере. Слушай, а скажи мне, ты же вот живешь в Вене. Какие венские женщины? О, какой вопрос. Венские женщины, они очень элегантные, любят музыку и очень ценят искусство. С ними легко знакомиться и флиртовать. Но при этом они довольно консервативные. Окей, с женщинами разобрались. А что с мужчинами? Какие венские мужчины? Посмотри на меня и увидишь. Так я же подумала, что ну не все ж такие мужчины. Конечно, все мы разные. Но есть одна очень важная отличительная черта. Абсолютно все венские мужчины умеют танцевать вальс. А еще мы очень отзывчивые, веселые и гостеприимные. Слушай, ну прекрасно. Я думаю, пора знакомиться с венскими мужчинами. Последним местом, куда попадают артисты перед самым выходом на сцену, является вот эта комната для распевки. И Клименция, и Доминго, и Нетребко все распеваются в этом зале своими прекрасными голосами. Давайте продолжаем. Конечно, хорошо здесь зарабатывают только большие звезды. Актеры же массовки, с которых начинал Клеменс, перебиваются за копейки, получая от 300 евро в месяц. Короче говоря, их финансы поют романцы. Поэтому на такой работе задерживаются немногие. Большинство бросает и ищет новую, или же просто идет изучать те самые финансы. Оно и неудивительно, ведь в Вене расположен самый крупный экономический университет Европы. И удивляет он не только своими масштабами, но и архитектурой. Даже такую сухую науку, как экономика, венцы умудрились украсить. Посмотрите, это не космическая станция будущего и не музей Гугенхайма. Это просто корпус университета. И он не один такой. Причудливым можно назвать весь студенческий городок. И учебные корпуса, и общежития, и библиотеку. Все странные по-своему. Однако к вопросам системы образования австрийцы подошли гораздо серьезнее. Обучение здесь абсолютно бесплатное. Но это если ты вкладываешься в сроки, установленные государством. Например, если студент не успел за выделенные 8 месяцев сдать все нужные экзамены для получения степени бакалавра, то каждый последующий семестр будет ему стоить 350 евро. Вложиться в сроки довольно непросто, ведь большинство студентов параллельно с учебой идут работать, причем по специальности. Университет всячески поддерживает студентов, кто работает или планирует устроиться на работу. Ведь это сразу дает практически знания. У нас даже есть специальный отдел, который помогает с поиском и трудоустройством. Я, например, хоть и учусь на первом курсе, но уже работаю на полставки. Пока зарабатываю не так много, всего 700 евро в месяц, зато есть время нормально учиться. Но даже если у студента нет возможности или желания работать, то государство будет платить стипендию, а это от 150 до 500 евро в месяц. Неудивительно, что именно здесь расположился один из лучших финансовых университетов мира. Рационально относиться к деньгам умеют даже австрийцы, которые не имеют никакого отношения к экономике. Вот, например, Томас. Он парикмахер, а его жена студентка. Однако Томас нашел возможность купить большой дом на 170 квадратных метров всего за 23 тысячи евро. Хотя, судя по расположению и размерам, такое жилище должно стоить как минимум полмиллиона. Как купить такой дом? Это такая разновидность социального жилья. Дом принадлежит кооперативу. Ты вносишь взнос 23 тысячи евро, и потом каждый месяц платишь 1200 евро, это включая коммунальные. И все, по сути, теперь этот дом твой. Так не легче ли снимать за 1200 какой-то дом и точно так же жить? Нет, за такие деньги нереально найти подобное жилье. Меньше 2000 в месяц нереально. А если вдруг человек не может платить эти деньги, то, что тогда его выселяют? Конечно, выселяют, как и везде. Но 23 тысячи возвращают, ведь это залог. А, ну тогда правильно, тогда все нормально. Любой человек может тогда приобрести социальное жилье такое? Именно такое, как у нас, подать заявку может каждый, у кого нет своего жилья. Но если это новый дом, тогда есть ограничения по уровню зарплаты. А есть какие-то еще у вас, не знаю, правила, ограничения? Может, вам тут собаку нельзя заводить, или нельзя перестраивать дом как-то вот? Нет никаких правил. Делай что угодно. Перестраивай, как тебе хочется. Заводи животных, каких хочется. Ходи, куда хочется. А вы ходите в оперу вашу венскую? Не ходим вообще. Для нас это слишком дорого. А вообще Вена дорогой город, тяжело здесь жить. Я здесь родился и вырос, поэтому мне не с чем сравнивать. Но мне здесь жить определенно нравится. Город тихий, спокойный, главное, чистый. Каждый гражданин беспокоится о экологии. Да что там, абсолютно все сортируют мусор, хотя никаких законов, которые это регулируют, не существует. Сортировка мусора это вообще большая тема для любого европейца. Однако Вена один из самых продвинутых городов в этом смысле. Забота о экологии и окружающей среде воспитывается у местных с самого детства. А в каждом доме урна состоит как минимум из трех отдельных контейнеров. Мы сортируем мусор на 8 разных частей, а потом сами вывозим его на специальные пункты приема. Это металл, пластик, бумага, белое стекло, темное стекло, компост, батарейки, ну и весь остальной мусор. Конечно, в таком крупном городе, как Вена, разделить и переработать абсолютно весь мусор просто невозможно. Но венцы все равно выкрутились и придумали, что делать с несортированным мусором, который собирается в городских урнах. Вы, наверное, думаете, что вот это современный арт-музей или в конце концов какой-то развлекательный центр. Нет, внимание, ничего подобного. Это центр Вены и это мусоросжигательный завод. Вот такой вот веселенький, красивый, в центре города. Представляете? Я сама в шоке. И несмотря на то, что выглядит этот завод как детская фантазия, оборудован он по последнему слову «техники». Поэтому легко обманет любого туриста не только своим внешним видом, но и запахом. Нет, конечно, он не пахнет шоколадной фабрикой, но удивительно то, что он не пахнет вообще ничем. То есть привычного для подобного места аромата свалки вы не услышите, даже подойдя вплотную к его стенам. Как такое возможно? Я решила спросить у Мартины, которая на этом заводе работает, не первый год. Ваш завод стоит прямо в городе. Скажите, это не вредно для горожан? Это полностью безвредно. Мы только четыре года назад установили новое оборудование, так что бояться нечего. Прекрасно. А сколько к вам в день привозят мусора? Килограмм или тонн? Как? Каждый день нам привозят от 800 до 1000 тонн мусора. А не вредно работать на этом заводе люди? Ты же все время дышишь этими выхлопами, не знаю, какими там, все это сжигается, эти мусоры, но это же не полезно, мне так кажется. Мы находимся в девятом районе Вены, фактически в центре. Неужели ты думаешь, здесь бы разрешили открыть какое-то вредное производство? Аж как-то неудобно за свой вопрос. Мы действительно находимся в центре Вены, и я тут спрашиваю, не вредно ли это? Абсолютно не вредно, практически полезно, можно сказать. Самое поразительное даже не то, что здание завода находится фактически в центре города, и не то, что теплом от сожженного мусора отапливается весь район, и даже не то, что из отходов остается только лишь водяной пар, который через эту забавную трубу попадает в атмосферу. Меня удивляет, что на стоимость жилья близость мусоросжигательного завода никак не влияет. Арендовать апартаменты в центре Вены все так же заоблачно дорого. Если вы хотите здесь поселиться и снять уютную квартирку, то будьте готовы отдавать 3-4 тысячи евро в месяц, плюс коммунальные. Однако, такие цены актуальны не для всех. Есть люди, которые снимают здесь квартиры всю жизнь просто за копейки. С одним из таких людей я познакомилась. Его зовут Лукас. И он живет в большой квартире с хорошим ремонтом. А расположена она, как говорится, центрея некуда. Просто перед его подъездом собор Святого Стефана. А в трех минутах ходьбы оперный театр. Самый центр Вены. Ну, вы же понимаете, каждый второй практически турист. Кто сюда будет приезжать? Вот, тут все для туристов тут они смотрят на эту архитектуру, на собор. Но самое главное не это. Самое главное, что здесь живут люди, живут местные жители. И в одной из таких квартир я сейчас и пойду и вам покажу. Идем. Там не терпится. Привет, заходи. ой, вот это. Такой коридор светлый, большой. Ничего себе. Идем туда? Да, проходи. Чувствую себя как дома. Просторная кухня, две большие спальни, огромная гостиная и свежий ремонт. Слушай, ну, честно говоря, шикарная квартира. Сколько за нее платишь? 700 евро в месяц. Ты шутишь? Это вообще, это самый центр Вены. Ты мог жить, ну, только вот в соборе еще мог жить, понимаешь? Как 700 евро? Объясни мне, что ты сделал? Ты заколдовал кого-то, чтобы платить такие деньги? Нет никакой магии. У меня все законно. Я здесь живу всю жизнь по договору, который заключали еще мои родители. Вообще, это долгая история. Еще в 1914 году был принят закон, согласно которому арендодатель не имеет права поднимать цены на квартплату. Тогда аренда этой квартиры стоила 8 евро. Это примерно, как сейчас, 800. А мои родители заключили бессрочный договор аренды в 67 году и платили все те же 8 евро. Но через год, в 68 закон отменили. Платежи немного изменились, и они уже платили 300 евро. Но по сути, за саму аренду я до сих пор плачу 8 евро. Однако, учитывая разные надбавки и коммунальные платежи, общая сумма получается 700. Надеюсь, понятно объяснила. А сколько другие люди платят в этом районе, в этом доме за аренду квартиры? Если арендовать новую, то она будет стоить примерно 3,5 тысячи евро в месяц. Но есть здесь и такие, как я, кто также имеет старый договор, и многие из них платят еще меньше. На самом деле, я очень рад, что могу платить столько, потому что полную сумму я бы никак не потянул, ведь зарплата у меня небольшая, немного меньше 2 тысяч евро. Согласна, прекрасные, прекрасные законы. Господи, чтоб мне такой вот закон кто-то дал. Слушай, ну хорошо, а скажи мне, законы с законами, а вот хозяева этой квартиры не пытались ли выселить себя, то есть им же наверняка выгоднее сдавать ее за 3,5 тысячи евро, чем за 700. Когда моей мамы не стало, я хотел переоформить договор на себя, но арендодатель сказал, что я здесь не живу. Пришлось идти в суд и доказывать обратное. В итоге я дело выиграл и договор переоформили на меня. Потом был случай, что они мне предлагали 10 тысяч евро за то, чтобы я съехал, но я не согласился, ведь для меня это родная квартира, я здесь родился и вырос. Ну что вам сказать, ребята, вот такие законы веник, которые действуют с 1914 года. Человек живет, человек родился, вырос и живет в этой съемной квартире и дети его тоже будут тут жить. У дочери меня может, я уже не знаю, слушаю. Да уж, закон в Австрии не пустой звук. Хоть он действовал 50 лет назад, хоть 100, но закон есть закон. Не имеет значения, как давно был заключен бессрочный контракт, у него нет срока годности. Это полноценный юридический документ. Даже если люди, которые его заключили, умрут, то он перейдет к детям. И в случае, если у них нет другого жилья, никто не имеет права их выселить. Его можно разорвать только через суд и только если на то есть веские причины. Например, человек не платит аренду или использует помещение в целях, не указанных в контракте. Вена прекрасный город, одна беда парковки. Я эту проблему решаю, используя сервис для поездок в Болт. Для этого достаточно просто остановить приложение и вызвать машину. Ведите в приложение промокод старт для скидки 200 рублей на первую поездку. Кстати, Болт есть в 30 странах, а промокодом можно воспользоваться в Украине и в России. Забудьте о дорогом такси и медленном общественном транспорте. Передвигайтесь быстро и с комфортом. Квартира в центре Вены это прекрасно. Тут тебе и венский кофе, и театры, и музеи. Но ведь одним кофеином и искусством сыт не будешь. Иногда хочется выехать куда-то в провинцию, выйти в поле и вдохнуть полной грудью. Боже, как прекрасно находиться на виноградных плантациях. Тут, во-первых, воздух, во-вторых, растет этот виноград. Красотища, понимаете, виноделы, это, конечно, еще те люди. И мы сейчас все об этом узнаем. Но самое интересное, что мы находимся прямо в Вене. Вы не поняли? Серьезно, мы никуда не уезжали. Эти все плантации находятся прямо в городе. Таких виноградников в черте Вены полным-полно. Здесь это очень популярный и прибыльный бизнес. А рядом с плантациями всегда расположены ресторанчики, где подают молодое вино, которое называют Хойрегер. Точно так же называют и формат подобных заведений. Этот виноградник принадлежит нашей семье уже несколько веков. Естественно, раньше это было за городом, но со временем Вена выросла и наша плантация, а также другие Хойрегеры оказались в черте столицы. Конечно, сейчас купить или арендовать участок земли таких размеров в таком месте будет стоить просто невероятных денег. Заведением и виноградником управляют две сестры Катрина и Элизабет. На самом деле, знаешь, идешь по Вене и никогда даже подумать не можешь, что здесь у вас такой оазис виноградников. Я, на самом деле, никогда об этом не слышала. И вы, я так понимаю, настоящие наследницы этого бизнеса. Да, все это принадлежит нашей семье с 1609 года. Переходит из поколения в поколение. Теперь перешло к нам. Я больше занимаюсь администрированием и менеджментом, а моя сестра следит за виноградником. А еще она уже четыре года подряд винная королева Австрии. Можно сказать, рекламное лицо австрийского вина. Сколько гектаров земли у вас есть виноградников здесь? У нас плантация занимает 4 гектара. Но вообще в черте Вены 700 гектар виноградников. Такого нет практически ни в одной европейской столице. Слушайте, девчонки, ну даже как-то не знаю, как с ними общаться, понимаешь? Сидят королевы здесь винные, 4 гектара земли. А я знаю, что в 80-х годах в Вене был страшный скандал из-за того, что какой-то винодел добавлял антифриз вино. И после этого вот говорят, что вино в Австрии категорически ничем не разбавляется и постоянно контролируется. У вас постоянные проверки, постоянные какие-то вы должны давать отчеты о том, что ваше вино натуральное. Да, правда, была такая история. И правда, что у нас очень жесткий контроль качества. Вообще, в Австрии относительно виноделия самые жесткие законы в мире. Например, на нашу плантацию в 4 гектара каждый год выделяется определенная квота. То есть, нам говорят, сколько мы можем произвести. Больше делать нельзя, потому что из-за такого количества винограда, который у нас есть, невозможно сделать больше, не используя какие-то сторонние примеси. Поэтому я гарантирую, что австрийское вино всегда высочайшего качества. Ой, молодцы, а сколько вы в год производите вина? Года бывают разные в зависимости от урожая, но в среднем я бы сказала, что это 3000 литров вина с одного гектара. То есть, 12000 литров. Но каждый год приезжает комиссия и определяет, сколько нам можно производить вина в этом году. А что вы делаете с тем виноградом, который остался лишним? Делайте изюм. Задумались. Сколько такой бизнес приносит его владельцам, посчитать сложно. Но если он успешно работает, уже пятый век, то я думаю, что вполне достаточно. Кроме того, каждый год ведь по-разному. Во-первых, все зависит от урожая, а во-вторых, у каждого владельца свой размер плантации. Но цифры я вам напомню. С гектара получается примерно 3000 литров вина, а полулитровая бутылка стоит от 7 до 15 евро. Калькулятор и налоговое законодательство Австрии вам в помощь. Для туристов Вена это музеи, архитектура, театр. А для местных жителей есть другая Вена. И выглядит она вот так. По сути, это обычный спальный район, где живут обычные венцы в своей обычной жизни. Но ведь это именно то, что мне больше всего интересно. И чтобы разузнать об этой жизни поподробнее, я пришла в гости к молодой семье Милене и Доминику. Он работает на госслужбе, а она уже ждет второго ребенка. Ну вот, стандартная венская квартира. Посмотрите, просторная, светлая. Фотообои. Ох, вот это и балкон. А, теперь я поняла. Там фотообои с морем, а тут гамак. Знаешь, там посмотрел на море, лег, отдохнул. Вот такой огромный балкон, я вам хочу сказать. Так, это у нас детская. Смотри, какая лошадь прекрасная. все понятно. То есть, хорошая, нормальная детская комната и разрисованные стены. Видишь? Тут у нас спальня родительская. Вот это ванная комната. Посмотрите, такая, ой, так она большая, прям такая. И еще у нас тут есть комната для гостей. То есть, мне кажется, такая большая, просторная, хорошая квартира. Идем сейчас узнаем у хозяев, довольны ли они такой жилплощади. Скажите, пожалуйста, у вас квартира 100 метров. Это большая квартира или не очень? Я бы сказал, что она не очень большая. Это нормальная площадь для квартиры в городе. Но у тех, кто живет за городом, дома обычно метров на 200 квадратных. Коммунальные услуги дорого стоят здесь? Сколько бы платить? Примерно 280-300 евро за воду и отопление. И еще за электричество 60 евро в месяц. Ну, вот это немало, мне кажется. Но если бы мы эту квартиру еще арендовали, то платили бы 1200 евро сверху. А это ваша квартира, да? Или вы ее арендуете? Да, мы взяли ее в кредит. В Австрии ведь очень выгодные проценты на кредиты. Такая квартира сейчас стоит где-то полмиллиона евро. Мы взяли ее на 25 лет и нам начисляется всего 1,2% на сумму кредита. Я еще знаю, я не знаю, правда ли это, что вы платите налог на телевизор. Абсолютная правда. Налог и на телевизор и на радио 20 евро в месяц. Причем даже если у тебя нет телевизора, но есть скажем ноутбук, то ты тоже обязан платить налог. Ведь можешь смотреть телеканалы через интернет. На первый взгляд это может показаться странным, но если разобраться, то вы поймете, насколько это правильная система. Ее придумали для того, чтобы телевидение само себя финансировало, то есть не зависело от много разных налогов. Есть налог на питомцев, его надо платить, если у тебя в доме собака. Или налог для католиков, если ты верующий, значит должен платить. Например, я его плачу, а Милена неверующая, поэтому не платит. И он для всех разный, в зависимости от уровня доходов. Я конечно прошу прощения, а как это можно проверить, католик ты или нет, ты же можешь не платить этот налог. Например, если ты регистрируешься в Вене как новый житель, тебе дают анкету. И там есть графа с вопросом о религии. Если пишешь, что ты католик, то на следующий день жди письмо от церкви с просьбой уплатить налог. Но если ты всю жизнь здесь прожил и не платил, то естественно никто не узнает. Но вдруг захочешь прийти в церковь, чтобы, скажем, крестить они платят в свою церковь? Точно не могу ответить. Но по-моему платят только католики. А как часто вы ездите отдыхать, путешествовать? Два раза это минимум. Один раз зимой, когда получаем 13-ю зарплату и обязательно летом, когда получаем 14-ю. Ее выплачивают специально для того, чтобы люди могли нормально провести отпуск. А у тех, кто работает в финансовой сфере, есть еще и пятнадцатая зарплата. Так сложилось исторически, ведь им для работы нужно покупать дорогие костюмы. Ничего себе, мало того, что не 13-е, а 14-е, а еще и 15-е, потому что нужно покупать костюмы. Я готова стать финансистом. Ох, бы я себе накупила костюмы. На пенсию в Австрии женщины идут в 60 лет, а мужчины в 65. Но несмотря на достойные выплаты от государства, в среднем это примерно полторы тысячи евро, многие продолжают работать. Например, в этом уютном кафе с подходящим названием «Полный пенсион» работает сразу несколько пенсионеров. Как вы понимаете, с пенсией связана и сама концепция заведения. Она заключается в том, что молодежь и пенсионеры должны работать вместе. Молодые будут набираться опыта, а старички чувствовать себя моложе и не скучать дома. Мой знакомый Йоханнес уже два года на пенсии и работает здесь кондитером. Столько много людей в ресторане. В чем успех вашего ресторана? Почему к вам столько людей ходят? Секрета никакого нет, зато есть вкусная еда. У нас же здесь такая концепция, что вся кухня как у бабушки, потому что ее готовят бабушки. Но в моем конкретном случае можно здесь один мужчина. В общем, я о том, что все, кто работает на кухне – пенсионеры. И все готовят с душой. То есть вы для того, чтобы не сидеть дома, приходите и готовить. А чем вы раньше занимались до пенсии? Я был шеф-поваром в ресторане в центре Вены. Так что продолжил работать под специальности. Но здесь я, конечно, работаю меньше. По пять часов два дня в неделю и без нервотрепки. А вы сейчас работаете потому что надо, потому что вам не хватает пенсии или потому что вам так весело проводить время? У нас есть люди, которым нужны деньги, но большинство пенсионеров и я в том числе работают просто потому что не хотят сидеть дома. У меня достойная пенсия полторы тысячи евро, но лишние несколько сотен евро никогда не помешают. Кроме того, здесь прекрасная атмосфера и коллектив, постоянно общаешься с молодежью, а это поднимает настроение. Ну и график простой, об этом мы уже говорили. Мне кажется, это так прекрасно, это кто-то придумал, чтобы приглашать пенсионеров несколько раз в неделю, чтобы они работали. Абсолютно согласен, здесь даже название заведения такое. Вы догадались, что это игра слов? Оно одновременно называется и хорошая пенсия, и полный пансион. Понятно, вот вы счастливые пенсионеры, я так понимаю, Вене, а как другие пенсионеры живут, которые не работают после пенсии? Как они живут в Вене? Конечно, подавляющее большинство предпочитает отдыхать. Это просто я такой активный, что не могу сидеть дома. А для остальных здесь есть множество клубов по интересам. И танцы, йога, шахматы и все, что душе угодно. Пенсионеры в Вене, они имеют какие-то льготы на транспорт, на медицину, на оплату коммунальных услуг, еще на что-то? Есть, и их много. У нас скидки и на проезд в транспорте, и на налоги, медицина бесплатная, даже билеты в театр или кино пенсионерам стоят дешевле. А вы часто посещаете Венскую оперу? Я очень люблю Венскую оперу, но, к сожалению, хожу редко. Ведь там спектакли длятся по три часа, а для меня это очень много. Я просто еще слишком подвижный и банально не могу столько высидеть. Возможно, когда мне стукнет лет сто, я стану спокойнее и тогда буду ходить чаще. А вообще в Вене вот как лучше жить? До пенсии или после пенсии? На пенсии однозначно лучше. Ведь у меня теперь нет такого стресса, который был на работе, но при этом я продолжаю заниматься любимым делом и просто получать от этого удовольствие. Ну, вообще, на самом деле, это правда, это какая-то уникальная идея. Кто придумал, надо ему поставить просто памятник, что вот несколько раз в неделю дает возможность пенсионерам работать на кухне. То есть, вот шеф может продолжать на пенсии радоваться и радовать других. Это очень классно. Отпустив Йоханнеса обратно на кухню, я заказала знаменитый торт Захер в его исполнении. И вы знаете, он действительно гораздо вкуснее, чем в раскрученных местах в центре города. Вообще, кулинарная вена это тема настолько глубокая, что можно снять об этом отдельную передачу. Но я, конечно, в такие подробности вдаваться не буду. Однако, еще об одном вкусном местечке расскажу. Обожаю. Вот так вот прийти спокойно в парчик. Умиротворение, деревья, птички, солнце. Ну вот, что может быть прекрасней? Ну вот скажите, одна из лучших кондитерских в городе. Сюда люди приходят, чтобы подышать свежим воздухом, прогуляться с детьми. Ну, весь один маленький нюанс, весь этот парк и этот ресторанчик находятся на территории кладбище. Да-да, не удивляйтесь, на кладбище венцы ходят гораздо чаще, чем мы можем себе представить. И настроение у них гораздо лучше, чем обычно у живых людей на кладбище. Дело в том, что центральное кладбище вены используется еще и как обыкновенный парк. Здесь проводят пикники, бегают, катаются на велосипеде. Уж не знаю, назначают ли здесь свидание, но не удивлюсь, если да. А если все-таки использовать его по прямому назначению, то церемония похорон будет стоить от 4 до 6 тысяч евро. Кладбище это общественное пространство и каждый вправе решать сам, как ему его использовать. Если человек, скажем, хочет бегать или заниматься йогой там, а не в парке, то это его законное право. Такое использование кладбища считается абсолютно нормальным и никого не смущает, что людей здесь похоронено больше, чем сейчас живет Вене. Ведь если население города 2 миллиона человек, то здесь находится около трех. И, конечно же, среди них огромное количество великих людей. Бетховен, Брамс, Шуберт, Штраус. Перечислять можно очень долго, но, думаю, все они смотрят на отдыхающий. Рядом народ совершенно спокойно, ведь, будучи венцами, они точно также могли бы прийти на кладбище, просто чтобы выпить чашечку кофе или прогуляться. Жизнь венца как симфония Моцарта. То легкая и веселая, то взрывная и неожиданная. Тут можно платить большие налоги, но получить лучшее высшее образование бесплатно. Жечь мусор прямо в центре города, но при этом дышать абсолютно чистым воздухом. А сами местные жители считают, что Вена лучший город для жизни, потому что здесь искусство на каждом углу. Отличные условия для бизнеса, самые вкусные кофе. У нас безопасно. Венцы самые воспитанные люди. Удобное метро. Очень много зелени. Это самый музыкальный город в мире. Чужая жизнь как классическая музыка. Кому-то со стороны она может показаться даже скучной и однообразной. Но если ее услышать вживую, то ты понимаешь, что в этом концерте может быть целая жизнь. Даже если это и жизнь других. Их... Субтитры создавал DimaTorzok